Девушки отдыхают Магазина не пострадал Их продолжают опрашивать полицейские На месте работала съемочная группа Программы «Факты» О подробностях налета расскажут в выпуске Через несколько минут Отравление угарным газом Предварительная версия Гибели семейной пары во время пожара Рано утром в Краснодаре Сгорел частный дом Пламя полыхало на 80 квадратных метрах И едва не перекинулось На соседние дома Их жильцы вызвали спасателей Пожар очень сильный был Полыхало вообще Окно было еще закрыто Если бы был ветер сильный Я не знаю, что бы вообще было Потому что очень сильный дым валил Там крышу, видите, все разобрали Там вообще из-под крыши все вот это вот валило Боролись с огнем пять пожарных расчетов Спустя два часа им удалось потушить пламя В том, что осталось от дома Обнаружили тела двух погибших Это супруги-пенсионеры В следственном комитете заявили Что признаков насильственной смерти Не обнаружили По еще одной версии Дом загорелся от незатушенного окурка Правоохранители уточняют Обстоятельства произошедшего Водитель авто погиб В аварии с мотоциклом ДТП произошло под Анапой Лада не уступила Дорогу на перекрестке И столкнулась со спортбайком Считают автоинспекторы Удар перешелся прямо на сторону водителя Автомобилист скончался на месте Его пассажиры-мотоциклист Находятся в больнице По словам полицейских У 27-летнего водителя Нет категории на управление Двухколесным транспортом Сегодня на несколько часов Было парализовано Трамвайное движение в Краснодаре Все из-за ЧП на улице Московской Там около 11 утра с рельсов Сошел трамвай Колеса одного из вагонов Оказались на асфальте В тот момент, когда электротранспорт Поворачивал Жертв и пострадавших нет Движение возобновили лишь через несколько часов Что послужило причиной аварии Выясняют специалисты По одной из версий На полотне оказался посторонний предмет Интернет мошенника поймали В Василковском районе 22-летний местный житель Умудрился разбогатеть На доверчивости жителей других регионов Он создал в социальной сети Страницы виртуальных магазинов Товар отправлял по почте И получал деньги Вот только вместо заказанных брендовых платьев Адресаты получали в посылке Ветошь А вместо телефона Хозяйственное мыло Известно, что на счету задержанного Уже семь подобных эпизодов Пострадавшие жители Амурской, Волгоградской и Саратовской областей Шутнику грозит до пяти лет тюрьмы Попасть в ДТП ранним утром Не самый лучший способ окончательно проснуться Но эти два автомобилиста На Зиповском кольце Выбрали именно этот вариант Тесная оказалась дорога На Симферопольской и Сормовской Несмотря на то, что обе машины Габаритами особенно не отличаются Водители все же умудрились столкнуться Внезапное знакомство Свели автомобилисты на двух кроссоверах Не поделили перекресток Красных партизан и Тургенева Они так мирно стояли Несколько секунд перед поворотом И казалось, ничего не предвещало беды Но понять, куда же Кто из них поедет у водителей Не получилось Нелепое ДТП произошло На красных партизанах второй линии Попутчик тесно прижал И умчался в своем направлении Что же случилось между двумя автомобилистами На перекрестке 40 лет победы И российской неизвестно Однако от столкновения Пострадавшее авто оказалось на бордюре Водителю пришлось в одиночестве Дожидаться инспекторов КОНЕЦ 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 КОНЕЦ